Если учесть, что, так сказать, власть в России сакральна и, так сказать, президент всегда выходит от Бога или от Кремля, как и Путин вышел от Ельцина, вот, то, конечно, Мишустин, если, так сказать, его поддержит достаточное количество людей, является легитимным преемником по закону и будет без сомнения принят, ну, давайте назовем это обществом, хотя у меня язык не поворачивается, российским, как бы, электоратом, вот, и его можно будет даже провести на выборах, так сказать, не сильно их подделывая, вот, только увеличивая численность проголосовавших, потому что мало кто ходит, естественно, вот, но, так сказать, для этого должно быть мудрости у всех этих пригоженных, кадыровых, патрусовых, ковальчуков и прочего прекратить, а Шойгу еще, прекратить свои внутренние войны и договориться. Вот в это я верю мало, и поэтому или возникнет какая-то команда вокруг Мишустина, которая уничтожит другую команду и поддержит Мишустина, или они уберут его просто из рассмотрения, и между собой кто-то, так сказать, кого-то убьет, а кто-то останется. В этом смысле, там, я считаю, что, например, Пригожин человек, который готов к бою, да, скажем так, и, так сказать, любит проявлять силу, жестокий и так далее, на все способный. Но существуют и другие, конечно, институции, там, существует Росгвардия, существует ФСБ, как это все, ну, ГРУ, там, как это все сложится, вот, какое место займет Минобороны, которая, ну, армия обычно не участвовала никогда в последние, во всяком случае, там, лет два века не участвовала в российских революциях, как таковая, вот, как сама армия. Вот, но, тем не менее, сейчас всякое может быть, вот, поэтому власти Путина, так сказать, им есть на кого заменить. Удержится ли дальше эта власть? Я думаю, недолго. Переходная власть удержится недолго. Она не отменит быстро санкции, даже если остановит, там, войну, значит, еще же вопрос репарации очень важный, да, пока не будут выплачены репарации, санкции будут, а если их будут снимать, то в пользу того, чтобы сначала получить репарации, а не чтобы они получили доходы. Мы же с вами понимаем, что Россия ни добровольно, ни в юридическом порядке, по закону платить репарации не будет, будет тянуть годами и так далее. Поэтому в этот раз им придется платить репарации, так сказать, принудительно, а именно арестом и изъятием имущества, да, там, и, как это, украинским налогом на все, что они продают. И на все, конечно, что продают им. Вот это то, что я вижу, возможно, вот, для репараций. Поэтому такое правительство не поднимет временная, конечно, жизнь населения, вот, и авторитета большого не будет, кто бы ни был. Поэтому или хунта типа Северной Кореи, там и пригожен годится, да, или дальнейшие смены власти, дальнейшие перевороты, или бунт, как мы говорили. В конце концов, вполне возможно, да. А за счет чего они могут держать эту власть, даже вот переходную, да, пусть этот короткий период времени, ну, условно, если уже в российском обществе назревает этот бунт, и назревают какие-то вот такие настроения, да, которые направлены против власти, за счет чего они будут держать? За счет вот этих вот, там, личных отрядов тех же ЧВК, например, либо есть у них, ну, военным путем как-то это будут удерживать? Смотрите, ну, конечно, там, ЧВК, это все хорошо, но относиться к этому тоже надо с определенной долей, извините, юмора, вот, и к спецотрядам тоже, потому что, конечно, существуют такие вещи, как там вот были внутренние войска, сейчас это еще больше называется Росгвардией, там работают сотни тысяч человек, хорошо работают, ну, назовем это работают, и хорошо экипированных, в достаточной степени тупых, не из этих регионов и так далее, вот, выполняющих приказ, получающих неплохую по отношению к населению зарплату, вот, и это основная, конечно, ставка будет на них. Я думаю, что они могут долго еще сдерживать, потому что вы же видели, что все эти 22, там, года у власти Путин сначала потихоньку, а потом быстро-быстро строил репрессивную машину против собственного населения, да, даже намного быстрее и лучше, как оказалось, чем военную машину, потому что в одном месте его обманывали и все воровали, а в другом месте, да, воровали, да, немного обманывали, но, тем не менее, это видно, это в городе, это на улицах, сильно не обманешь. Поэтому, конечно, Росгвардия – это серьезная, достаточной степени квалифицированная, вооруженная боевая сила для подавления всякого рода бунтов, и на этом, на том, кому она будет подчиняться, тот, кому она будет подчиняться, может держать власть в России некоторое время, да, и, может быть, даже достаточно длинное. А как вы в таком случае оцениваете вообще шансы оппозиции на, ну, не то, чтобы там взять власть в свои руки, потому что, если они будут удерживать, то, вероятно, что шансы на это не так велики. Вообще, вот, что, будет ли существовать в таких условиях российская оппозиция, в принципе, вот в нынешней обстановке внутри России? Смотрите, все зависит от того, чем это все кончится. Если в результате Путина будет приходное правительство с людьми, которые и оттуда, и людьми, которые не оттуда, то есть оппозиция, в частности, те, которые сидят в тюрьмах, сейчас лидеры, или те, которые уехали, и будет найден консенсус, то это единственный способ более-менее нормального, нормального уже не будет, но более-менее кровавого выхода из тупика, потому что есть люди, которым доверяет Запад, и самое главное, что в оппозиции есть люди, которые умеют управлять. Власти этих людей нет. Вот, в оппозиции и все яркие люди, которые могут управлять экономикой, финансами и так далее, которые могут управлять правительством, которые могут управлять, ну, в общем, всеми секторами, и могут набрать соответствующих людей, они сегодня в оппозиции, потому что из путинских чиновников очень маленькая часть, все равно, конечно, коррумпированных, просто более профессиональных, тем не менее, еще может как-то выполнять некоторое время свои обязанности поддержать, так сказать, действия, но большая часть ужасна, а не просто шариковых на шарикове по семейным, по дружеским, по бандитским, или там иным связям, ФСБшным связям и так далее. Поэтому нет, оппозиция взять сейчас власть не может, вот, прийти к власти совместно с подследователями, преемниками путинской власти может, если те захотят, если не захотят, будет следующий этап, при котором оппозиция, в принципе, может прийти к власти, но, еще раз скажу, я не знаю, как это может быть сделано военным или революционным путем, но я знаю, что это единственный способ для России сохраниться и выживать, если к руководству России придут компетентные, честные люди. А компетентные, честные люди или в тюрьмах, или за рубежами. Опять, из литлеров, нет, я ни в коем случае не хочу обидеть всех компетентных и честных людей, я сейчас говорю про политику. Субтитры сделал DimaTorzok